Здравствуйте, дорогие друзья! Говорят, что все болезни от нервов. Или что такое психосоматика? Гость студии сегодня клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования Казанского федерального университета Валерия Александровна Степашкина. Здравствуйте, Валерия Александровна. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем уже непосредственно говорить про психосоматику, расскажите буквально несколько слов, как вы пришли к этой интереснейшей теме, ваш творческий и научный путь. Ну, вообще психосоматикой я стала заниматься, потому что проводила некоторые исследования, связанные как раз с психологическими аспектами внутри определенных заболеваний. И мне было интересно просто поисследовать, как устроена личность, скажем так, у людей, у которых есть определенные нарушения именно в контексте их физиологического состояния, функционального. И, собственно говоря, оттуда у меня возник интерес, то есть это часть направления клинической психологии, которым я стала заниматься вот в исследовательском таком аспекте. Поэтому мне стало это очень интересно. Я какие-то моменты узнала и о каких-то интересных вопросах и проблемах стала размышлять. И, собственно говоря, так я и стала разбираться в психосоматике. Ну и потом это одна из основных частей как раз развития в профессиональном плане исследования. И поэтому вот эта тема была интересна. Некоторое время я прям плотно занималась этим. Ну как мы уже с вами в предварительном разговоре обсуждали, сейчас такое время, что слово психосоматика несется из каждой форточки. Итак, ну давайте с термином. Вот что такое психосоматика? Психосоматика – это вообще направление клинической психологии, которое, в общем-то, если термин брать, да, оно состоит из двух частей – психо и сома. То есть то, что касается психической жизни, психологической жизни человека. И сома – это телесное тело. То есть психосоматика – это направление, которое занимается исследованием, изучением, рассмотрением влияния психики на тело и обратно. Как тело может реагировать и влиять на психику, то есть на то, как происходит, скажем так, психическая деятельность. То есть это очень сложное такое направление, потому что оно, как бы, это такая вот синергия, скажем так, между телесными процессами, да, которые происходят в организме, и между процессами именно психическими. То, что касается личности, переживаний, состояний, ну и вот тому подобное. То есть в целом, вот в общем, да, можно сказать, что психосоматика – это про это, про то, как тело и психика взаимодействуют друг с другом. То есть если широко говорить о психосоматике, то речь идет не только о болезнях, правильно? А вообще о взаимодействии тела. О взаимодействии, да. Да, тело есть, да, даже такое понятие в психологии, да, психологии телесности, то есть вот именно телесность, как формируются отношения, например, к телу, как психологически, да, мы социализируем тело и организм, и как это вообще происходит в контексте, скажем так, развития человека. То есть это достаточно широкая такая тема для обсуждения, понимания, рассмотрения, и непростая тема, скажем так. Это уже направление в научной деятельности или подход считается? Медицина признала психосоматику как? Ой, вы знаете, это очень сложный вопрос. Признала ли медицина психосоматику? Ну, я скажу так, что это вечный такой дискуссионный момент, когда, в принципе, медики и психологи сложно взаимодействовать друг с другом. Часть медицины принимает идею о том, что психология имеет большое значение, да, в лечении заболевания, в преодолении заболевания. Часть медиков отказывается и считает, что это только функционал, только медицина, врачей и так далее. То есть в этом смысле я не могу сказать, что вся медицина за или вся медицина против. То есть это зависит очень от подхода отдельных врачей, которые либо включают психологический фактор, даже рассматривают его как важный, значимый, либо исключают его полностью. Но могу сказать, что в настоящий момент во многих медицинских учреждениях существует именно даже отделение, которое занимается психологической поддержкой людей с различными заболеваниями, именно для того, чтобы люди могли чувствовать себя комфортно, преодолевать какие-то состояния негативные, которые возникают в момент постановки диагноза, лечения или принятия, например, каких-то не очень положительных, скажем так, прогнозов относительно здоровья. Если человек интересуется своим психическим и соматическим здоровьем, есть какие-то авторы, которых может почитать человек без специального образования, интересующийся вот этой сферой? Вот, к сожалению, я не могу вам назвать авторов, знаете, по какой причине, потому что они делятся строго на две категории условно. Это те авторы, которые популяризируют и психосоматику с точки зрения, ну, скажем так, линейных взаимосвязей, я буду называть все еще своими именами, то есть болит пятка, значит, обиды на кого-то из соседей. То есть это очень такая расхожая какая-то история, и пишут об этом чаще всего люди, которые, ну, скажем так, исследования не приводят, то есть это какие-то вот предположения. И есть научная литература, да, то есть это исследования, статьи, которые публикуются. Может быть, можно, ну, я могу вам порекомендовать так вот навскидку, Ну, это известный врач-невролог немецкий, Пизишкиан фамилия у него. Значит, у него есть такое прям направление позитивная психотерапия, где он описывает работу с людьми с различными заболеваниями, то есть там она доступным языком написана. То есть для тех, кто интересуется, в принципе, вот именно направление позитивной психотерапии Пизишкиана можно вполне, ну, как бы, почитать, понять человеку, который не имеет какого-то там научного, да, взгляда на мир и так далее. Ну, я, собственно говоря, имела в виду таких авторов, как Лиз Бурбо, Луиза Хей, Синельщиков, да, которых читают, ну, опять-таки... Это, к сожалению, вот то самое, да. Это вот, да, слишком спрямленные вот эти причины следственной связи, которые очень часто людей вводят в заблуждение. Я просто, ну, не хочу никого обидеть из авторов, но, к сожалению, то есть это не доказанная, не подтвержденная никакими исследованиями информация, основанная чаще всего на личном опыте. Ну, то есть мы не можем рассматривать какие-то психологические проблемы или проблемы со здоровьем, исходя из критериев у большинства или вот у меня так было. То есть должны быть все-таки подтверждения доказательные, да, база должна быть какая-то исследования, выводы, да, то есть конкретные научные результаты конкретной научной деятельности. Хочу вам зачитать одно высказывание американской писательницы Барбары Энт Брэннон. Как вы к нему отнесетесь? Она сказала, какими бы болезнями вы ни страдали, они всегда являются признаками того, что вы не выполняете свою жизненную задачу. Делайте то, что вы хотите делать, и вы почувствуете себя лучше. Как вы относитесь к этому высказыванию? Звучит хорошо. То есть даже жизнеутверждающие, если бы все люди, да, выполняющие свои, там, задачи, цели, достигающие и так далее, не болели, то это было бы прекрасно. Но, к сожалению, это не так. Это первый момент. Второй момент. Мы не всегда можем делать все, что хотим, да, и мы регулируем как-то свою деятельность. И, соответственно, это тоже не может быть критерием, ну, скажем так, того, что человек не будет болеть, если я делаю все, что хочу, по многим причинам. Я как-то получаюсь такая немножко критичная очень, да, в этом вопросе. Но, к сожалению, если бы все было так просто. Конечно. Все непросто. Это достаточно сложный такой феномен. Я немножко объясню, да, какой-то контекст того, что происходит в аспекте психосоматики. Взаимодействие вообще психики и тела, и организма, и возникновение тех или иных заболеваний – это системный такой феномен, скажем так, который складывается из большого количества факторов, одновременно, которые как бы сошлись в одной точке. Это и физическое, например, да, здоровье человека, ну, вот физические, да, медицинские параметры. И уровень стресса, в котором человек живет, и образ жизни, и то, какие проблемы он, скажем так, решает, переживает. И статус, экономическое какое-то, да, положение человека. Когда мы говорим о возношении с людьми, воспитание. То есть если много-много факторов в системе сходятся в одной точке, и у человека возникают, скажем так, проблемы в разных-разных сферах, то, вероятнее всего, у этого человека может быть спровоцирована реакция организма или состояние, или заболевание, которое, ну, как бы является следствием работы всех факторов. Ну, не бывает так, что если я буду выполнять задачи, да, а у меня во всех других сферах жизни все замечательно, вернее, все плохо, простите, все плохо, и я только выполняю задачи, то, конечно, я, значит, достигну там потрясающих показателей здоровья. Это не так. То есть мы здесь говорим все-таки о целостном подходе, правильно? О целостном, да, холистическом, системном, то есть его можно по-разному называть. И тот очень важный момент, один из таких принципов, он очень просто звучит, где тонко, там и рвется. И если человек испытывает большое количество давления социума, психологического давления, если у него, скажем так, не выработан, не воспитан режим того, что следить за своим здоровьем, проверяться, скажем так, у него нет возможности, да, поддерживать качество своего здоровья, ведь здоровье это же то, что мы, скажем, можем поддерживать, но оно так или иначе по объективным причинам, то есть мы стареем, оно само по себе снижается в любом случае, но мы можем поддерживать качество жизни. Если человек всего этого не делает, соответственно, то есть если мы всех простим, всех будем любить, радоваться и выполнять задачи, это не поможет. И при этом ничего не делать со своим здоровьем, с физическим? С физическим, да. То есть если есть какие-то проблемы просто в ситуации, когда большой стресс, сложности, которые возникают, они достаточно длительные, длительное воздействие вот этих негативных факторов социальных, психологических, экономических, которые преследуют человека долго-долго-долго, то, естественно, если у него есть слабое какое-то место, скажем так, то оно, конечно же, и у всех людей это разное. Нет, тут важно понимать, что еще нет прямой связи между каким-то органом, функцией органа и каким-то чувством. То есть если у человека, в принципе, слабая, например, работа, или есть проблемы в сердечно-сосудистой системе, то, скорее всего, из-за накопившегося стресса у него может, вероятнее случиться, проблема с сердцем. Если мы говорим о человеке, у которого изначально были проблемы с желудочно-кишечным трактом, то у него будет реакция именно связанная с работой ЖКТ. Из-за того же самого стресса, собственно говоря. При тех же общих условиях, то есть у каждого человека индивидуально, да, это индивидуальная вот история, да, есть какие-то собственные проблемы, которые формируются, развиваются, усложняются с детства чаще всего. Но здесь я имею в виду с детства не психологический контекст, а именно физический. Физический, да, поэтому это системная очень сложная, да, история. Это не происходит так вот. Есть чувства. То есть если у нас в результате длительного стресса вышла из нормы работы ЖКТ, это не потому что ты что-то не можешь переварить, да, как в линейном трактуется, а потому что это твое слабое место, слабое звено, в котором уже были какие-то нарушения. Смотрите, если мы говорим, что у человека психика реагирует очень остро, быстро на возникновение каких-то проблем через телесную реакцию, я прям конкретный пример приведу. Допустим, есть какая-то сложная ситуация, в которой человеку тяжело преодолевать, ребенку. Допустим, он не хочет ходить в детский сад. Вот не нравится ему, дискомфортно там и так далее. Это, конечно же, вот как бы состояние психологическое такое. Это влияет на его настроение и общее самочувствие. И ребенок может выдавать какую-то реакцию, затемпературить, например, на ровном месте. То есть дать какой-то симптом. Да, реакцию, реакцию. Да, такую вот психосоматическую реакцию. Если это давление, проблема постоянно, ну, либо в какой-то форме, да, трансформируется, и она не исчезает, и, например, ребенка заставляют ходить в детский сад, в котором ему дискомфортно, сложно адаптироваться, либо с возрастом есть какие-то нюансы, да, не готов ребенок, много разных вариантов, да, может быть, то ребенок может, например, привыкать, выбирать, вот так реагировать на любые стрессовые ситуации. Ага, то есть мы сейчас говорим уже об адаптации психики. Правильно, да? Ну, это не то, чтобы адаптация психики, но это такая форма совладающего поведения, скажем так, у ребенка. Он будет температурить при каждом неудобном, дискомфортном состоянии. Привычная реакция получается. Да, и получается вот эта реакция, она становится уже таким стабильным, стабильной формой. Но тут возникает еще момент, что к этому ко всему подключаются, то есть это может усиливаться за счет того, что у ребенка действительно падает иммунитет, еще какие-то возникают дополнительные проблемы. Он будет чаще заболевать ОРЗ, ОРВИ. То есть он будет подхватывать все время какие-то дополнительные, скажем так, чтобы усиливать эффект от... Ну, он не сам это делает, это делает организм, скажем так. То есть он будет постоянно, скажем так, использовать вот это состояние. То есть реакция перерастает в состояние. То есть то, которое, говорят, вот ребенок болезненный, вот он постоянно болеет, он тяжело переносит стрессы, тяжело переносит неблагоприятные ситуации. То есть сначала в детском саду, потом в школе ребенок будет часто болеть. И дальше это уже переходит к вопросу о патологии, скорее в хроническую форму. И ставят, например, ребенку, да, диагноз там хронический бронхит. И, собственно говоря, может... Мы можем увидеть в конкретном, отдельном, индивидуальном случае, что ребенок так реагировал. И это, может быть, даже подкреплялось, потому что ребенка жалели, говорили, ах, ты маленький, ах, ты бедный, несчастный, мы тебя пожалеем, мы сейчас тебя будем лечить. И так далее. Вместо того, чтобы, например, учить ребенка адаптации среди детей, может быть, даже попытки, например, сменить детский сад там. То есть как бы тут важнее было научить ребенка социально адаптироваться, социализировать его активно. Вместо этого подкрепляли постоянно вот его реакции, которые стали потом выливаться в состояние. Состояние уже, которое постоянно ребенок как бы реагирует, реагирует, переходит в состояние, а потом дальше это формирует, скажем так, хроническое заболевание. И тут уже не психосоматика, то есть человек действительно болеет постоянно бронхитами. И там уже какой-то особого, специального там, какого-то фактора отдельного. Уже может не высвечиваться. Да, не высвечиваться. То есть человек вот болеет бронхитами. Поэтому для того, чтобы, если, допустим, обращается человек вот с такой сформированной реакцией, надо идти глубже туда. Туда, где он когда-то начал появляться, так работают психосоматики, специалисты по психосоматам. Если говорить про работу психологов, психотерапевтов, тех, которые именно занимаются психологической стороной, то вот здесь есть нюанс. Можно работать с реакциями, можно работать с состояниями, но если это становится хроническим заболеванием, психологи уже, к сожалению, не помогут. То есть когда это уже вот прям точно к врачам. Ну и вообще, в принципе, в любом случае, даже если ребенок, например, среагировал температурой, да, на какой-то стрессовый фактор, все равно это должна быть работа и врача, и детского психолога. Если необходимость, да, такая, если, ну, скажем так, родители думают и понимают, да, что это связано, да, с какой-то стрессовой ситуацией. То есть не обязательно только это у ребенка, может быть, это может быть и у взрослого человека. Если это возникает вот в течение, допустим, года-полутора лет, вот какие-то отдельные, как вы говорите, симптомы или реакции, там можно как удобнее, да, называть, то можно, конечно же, и с врачом, и с психологом прорабатывать эти вопросы. Но если мы говорим о том, что это годами привычное, вот заболевание и так далее, то это вопрос только врачей в основном, потому что, скажем так, опять-таки, понимаете, какой-то, ну, хорошо узнает человек о том, что да, вот он когда-то привык так реагировать. Это знание, скажем, само по себе не поможет. То есть все, уже организм, он перестроился, скажем так, и у него вот функционально есть проблемы, которые необходимо лечить именно терапией, медикаментозной чаще всего. Поэтому надо к врачам обязательно. Понятно. Если мы говорим немножко назад, возвращаясь, о том, о той реакции, которая происходит в период год-полтора, вот как вы сказали, да, как родители, которые сейчас, ну, разные люди бывают, бывают внимательные родители, бывают гипервнимательные, бывают невнимательные, могут понять, что это, что это вот скорее оттуда, да, вот из неадаптации ребенка, потому ли, что это происходит, вот, допустим, поднятие температуры происходит в некоторых неконгруинтных условиях. Там, допустим, ребенок не переостужался, не перегревался, дома все здоровы, никто инфекцию как бы не мог принести, заразить, да, в садике никакой там ветрянки или еще чего-то нет. И он вот, ну, то, что называется, на пустом месте дает вот такую реакцию. Вот на это нужно обращать внимание, да? Да, но прежде всего сначала врач. Врач, да. Ну, это вот сразу надо было нам с вами, да, обратить внимание на то, что, в принципе, любое проявление физического означало осмотр врача. Да, это обязательно, то есть сначала врач. Если врач, ну, дает добро на то, что, да, действительно, это вот реакция какая-то, может быть, на ситуацию, ну, которая происходит вокруг, так как врачи сейчас, в общем-то, психологически многие подкованные, они понимают, что, да, у ребенка может быть проблемы какие-то в социальной, психологической адаптации, тогда, в общем-то, родитель может обращаться к психологу, но это не так, что вот без врача, без обращения, да, и понимания вообще, что происходит с ребенком, потому что такая реакция может быть и просто действительно проблемой конкретного медицинского, да, порядка. У взрослых людей, то есть как бы сформировавшись личность, в результате какой-то жизненной ситуации тоже может проявиться вот этот самый симптом, симптом или реакция, которая, опять-таки, в данных обстоятельствах выглядит, ну, странно, да, и с этим тоже мы идем. Вот это вот именно обращать внимание на, как бы, случайность появления или как там, неожиданность появления того или иного проявления, вот это вот, мне кажется, очень важно. Неожиданность, важен контекст ситуации, в которой человек находится, то есть вот при любых проблемах, которые возникают у человека, всегда стоит обращать внимание на контекст, да, что происходит вокруг, что, как вообще человек сам может описывать, ведь вообще понятие здоровья, например, да, по, вот в терминологии, да, например, Всемирная организация здравоохранения, это прежде всего субъективное ощущение благополучия, то есть как я сам или я сама, как я ощущаю здоровье или нет. И поэтому бывает так, что у человека медицинские показатели все в норме, прекрасные, а субъективный человек очень дискомфортно. И это как раз может быть проблемой, которая связана с вопросами психологии. И наоборот, кстати, человек может прекрасно себя чувствовать, но у него могут быть какие-то там некоторые небольшие медицинские проблемы, но психологически он может быть вполне себе удовлетворен жизнью, ему будет очень хорошо и комфортно. То есть контекст ситуации. Что происходило, да, вокруг, когда это появилось, как я это пережил, как я среагировал, что меня в этом во всем очень сильно там, может быть, зацепило, что могло дать такую реакцию. Стресс получается не причина болезни, а один из факторов риска, который работает лишь сообща, с другими факторами, прежде всего, с генетическими, так? Это так. Вот с этим соглашусь. Стресс – это дополнительный фактор. То есть наш организм, он дает реакцию гормональную, да, очень сильный, может быть, выброс. И потом это меняет очень сильно состояние человека. Если это длительно происходит, то в стрессе есть фаза, да, и человек как бы после привыкания к стрессовому фактору, если это длительное какое-то воздействие, ну, скажем так, организм утомляется, устает бороться, и может прямо в прямом смысле дать вот как раз реакцию в виде нарушения, да, здоровья. И есть простые какие-то моменты. Если человек не спит достаточное количество времени, у него нарушены биологические, да, вот эти вот фазы сна, он не может, ну, то есть он много работает и так далее, то есть он даже если будет очень хотеть лечиться лекарствами, он не сможет это сделать, потому что это не сделается, потому что это просто его, ну, как бы отношение к самому себе. И человек просто вот в стрессе, в стрессе находясь, ну, естественно, у него будет, скажем так, проблема с какой-то функцией организма. То есть это естественно, что так среагирует. Тут вот как раз интересный нюанс, что где здесь психология? Психология может быть в том, что, например, чрезмерное перфекционистское отношение, да, как личностная характеристика, которая сформирована, воспитана, как я уже сказала, что это системная история, что нужно всегда быть лучше всех и так далее. Такая идея, которая, скажем так, влияет на поведение. Человек все-все делает идеально, лучше всех и так далее. Эта черта, она провоцирует, как бы, то, что человек перестает, скажем так, заниматься своим, да, здоровьем, за режимом следить. Ну, у него другие цели немножечко, да? Да, к вопросу о целях и задачах он думает, что вот так, и это так должно быть, и это как раз ведет к тому, что у человека, может быть, просто, ну, надрыв такой, физически, вот, телесный надрыв, он надорвался. Правильно ли я понимаю, что мы вот сейчас, допустим, говорим о таком модном сегодня слове, достигаторство? Подходит далеко не всем, и не везде, и не всегда, да? Есть люди с очень врожденной, генетически сильной нервной системой, да, вообще, в принципе, одаренные изначально крепким здоровьем и психическим, и физическим, и они, наверное, могут идти туда, где достигаторство. Есть люди с очень хрупкой нервной системой и суперчувствительные, очень ранимые, да, и вот подхватывая вот эту волну достижения, результата, да, чего-то такого вот мощного. Они, в общем-то, очень сильно рискуют, и если, получается, человек в этот момент не может обратить на себя внимание, то он, ну, условно, пациент клиник будущий. Это так? Это относительно штука, в том смысле, что человек со слабой нервной системой, да, с очень чувствительной, может вполне достичь тех вот благ и так далее. На своем уровне. Ну, и даже на очень высоком уровне, но понимаете, какая штука, если у него при его слабой системе сформированы черты характера, которые позволяют ему, скажем так, вот у него слабая нервная система, у него хорошие волевые качества сформированы с детства, у него сформирована, например, эмоциональная устойчивость. Ну, воспитали так. То социально-педагогический аспект сыграл свою роль. Да, социально-педагогический, психологический аспект взаимодействия вот в семье, в школе. Скажем так, его в целом как бы поддерживали. И он умеет достигать успехов, при этом не... Не страдая. Не страдая. То есть такие случаи, и это точно не про этого человека будет, что он заболеет и так далее. А может быть, что у человека хорошие физические данные, но, допустим, было очень много требований, очень жесткие стандарты, да, в семье, в школе. Человеку все время, ну, как бы, когда говоришь, что ты должен вот это, вот это, вот это, человек привыкает жить в этой... Да, у него физических сил на какое-то время будет хватать, но даже очень сильной, сильной нервной системой, когда тебе это дискомфортно, когда у тебя все время, когда моклый меч, да, висит вот идея, что ты должен достичь великих успехов и так далее, но они тебе не нужны, это не твое, например, скажем так, не твоя цель, не твое представление о том, как оно должно быть, опять-таки человек может надорваться и заболеть, даже если у него были хорошие параметры изначально. Мне в этом плане очень нравится метафора с прокрустовым ложем. Ложем, не знаю, как правильно сказать. Потому что если у нас даже вот сильный генетический тип, да, человека, его туда засунули, руки-ноги высовываются, он большой, крепкий, здоровый, и вот это начинает рубить, и это же все не просто рубится, это все кровоточит, и постепенно кровь, она вытекает, да, вот если человеку, даже сильному все время говорят, ты должен, а раз ты должен, значит, что-то не устраивает в том положении, в том состоянии, в котором ты сейчас, раз ты что-то должен, да, ну, долго в этом состоянии, конечно, не протянешь, это вы правы. То есть мы сейчас вот просто еще раз для зрителей, ну, как бы разделим, можно быть генетически не очень сильно, да, сильным с точки зрения нервной системы, здоровья, но если у тебя была хорошая, да, социально-педагогическая адаптация, или, став взрослым, ты стал заниматься своей гигиеной, взяв ответственность уже на свою, на свою жизнь на себя, то шансы быть в том самом нормальном состоянии здоровья очень большие, и наоборот, да, человек, прекрасно одаренный физически, психически, может превратиться непонятно во что, если вот у него такие другие условия, то есть опять-таки смотрим из контекста. Хорошо, здесь пока все понятно, двигаемся дальше. Существует, я прочитала, оказывается, такое Чикагская семерка, то есть заболевание, которое принято считать или относить к психосоматическому, она действительно есть, или это фейк? С Чикагской семеркой интересная история, потому что, когда ее описывали, это был, по-моему, начал 20-го века. 38-й год. Ну да, вот примерно, да, там. Все бы ничего, если бы не нюансы, что, например, язва формируется и провоцируется, то есть это было выяснено значительно... Хеликобактер, да. Хеликобактер пилори, да, известная, позже значительно выявленная, да, причина. То есть, опять-таки, прямого влияния психологии... Опять-таки, линейности вот этой здесь тоже нет. То есть, если, например, у человека есть проблема, да, с желудком, вот какие-то генетические аспекты, хеликобактер выявлен, да, и так далее, то это надо лечить. Для этого существует, как бы, медикаментозная терапия и так далее. Но как может влиять психология? Психология может влиять в том смысле, что есть такое понятие, как внутренняя картина болезни, и отношение к своему, ну, и внутренняя картина здоровья даже. То есть, если я, например, понимаю, что язва может обостряться, вот она уже есть, на фоне, например, стресса и так далее, это действительно факт, что в стрессовой ситуации, когда человек нервничает, у него повышена агрессия и так далее, он чувствует себя дискомфортно, очень много проблем и так далее, то язва может обостриться. Но это не причина, то есть не агрессия вызывает язву, например, а может ее, как бы, переживание, проживание, лечение болезни усугубить. То есть, мы сейчас можем с вами немножечко остановиться и сразу проговорить, что нет прямой связи между эмоциями и возникновением той или иной болезни. Прямой связи нет. Хорошо. А там, в этом списке еще целый ряд заболеваний, причину которых, допустим, врачи не знают до сих пор, там, что там, артриты, ревматоидный артрит, онкологию туда же относят, все кожные заболевания, да, псориаз, дерматиты, нейродерматиты, еще что-то, по-моему, сахарный диабет туда же отнесли. А вот здесь нет, неизвестен возбудитель. Здесь как? Ну, насколько я знаю, часть из этих тоже заболеваний считаются аутоиммунными. Это просто вопрос диагностики, определения. Это как бы момент такой. Мы просто не все знаем. Науке еще не все известно, скажем так. Я думаю, что часть из этих заболеваний являются как раз аутоиммунными. они сложно поддаются лечению и так далее. Вот здесь важный момент, что психология здесь работает как? Она позволяет, например, сократить количество обострений. Да, когда человек, например, в спокойном состоянии, он реагирует адекватно и так далее. То есть здесь психология, это скорее помощник. Надо сказать, что как еще психосоматика здесь проявляется? Когда я говорила, что это взаимодействие, само заболевание может, особенно длительное, которое возникло, да, в какой-то период времени, там, несколько лет человек с ним живет, может перестроить некоторые личностные черты, усилить их. В каком смысле? Здесь тоже нет никакой энергетики, эзотерики и магии. это вопрос того, что, например, человек с сахарным диабетом, да, то есть он должен все время помнить о своем питании, о том, какие медикаменты ему нужно всегда иметь при себе и так далее, как оказывать помощь. Это может, например, усилить тревожность. Безусловно. То есть человек мог до, например, того, как у него возник диагноз, быть более спокойным, а в связи с заболеванием стать более тревожным. Поэтому, когда делается исследование по личностным, психологическим характеристикам, да, именно в психосоматическом направлении, мы не можем говорить, что тревожность, например, повышенная спровоцировала возникновение. Но есть большая вероятность, что тревожность и так далее стали результатом того, что человек длительно болеет, и он как бы все время находится в ситуации беспокойства. Ему все время нужно беспокоиться о чем-то. Ну, больше, чем человек, у которого нет каких-то сложных заболеваний и так далее. Да, у меня сразу пример есть на этот счет. Одна моя знакомая, ей поставили диагноз, в результате которого ей предписали пожизненно пить какое-то лекарство. И вот этот фактор для нее, пожизненно пить лекарство, был невероятным стрессом. И она, ну, где-то пару месяцев входила к психологу для того, чтобы эту ситуацию принять. Но она поступила, на мой взгляд, конечно, правильно, что вот она не осталась один на один с этим вопросом, с необходимостью это принять. Она облегчила себе, собственно говоря, вот это вот состояние. Хорошо. То есть получается, что никакой, на самом деле, чикагской семерки нет. Ну, кто его знает, может быть, когда-то кто-то докажет обратное, но пока то, что нам известно, да, то, что известно в науке, это все взаимосвязанные вещи, но психология не является прям первопричиной того, чтобы... Она не может ответить на эти вопросы. Это, знаете, как в анекдоте про британских ученых. Недавно британские ученые установили, что никаких британских ученых не существует. Есть еще профессор, психолог Орлов, ему принадлежит теория соногенного мышления. Так. И ее смысл сводится к тому, что если мыслить правильно, культивировать хорошие эмоции и бороться с плохими, то можно предотвратить множество болезней. Это так? Вот, аффирмации все наши, медитации, это все об этом, наверное. Я здесь скажу свое мнение. Исключительно можно ему доверять. Можете не доверять. Тут как бы выбирайте сами. Я все-таки считаю, что важно реалистично смотреть на вещи. Это не про то, что быть всегда позитивным или не про то, что быть негативным, а про то, что в соответствии с ситуацией, да, то есть адекватность ситуации, эмоции должны быть адекватной ситуации условно. То есть если человек испытывает какие-то негативные эмоции в контексте, опять-таки в контексте конкретной ситуации. Конкретной негативной ситуации, Конкретной негативной ситуации, например, у человека случилась какая-то, ну, какая-то беда, и человек хочет плакать. У него надо плакать. Мы можем сказать, что это вот сдерживание или идея о том, что я ничего не вижу, все должно быть позитивно, вот сдерживание этих эмоций, подавление, да, оно может действительно плохо повлиять. Но здесь нет на организм, но здесь нет вопроса того, что если я буду мыслить позитивно, даже в ситуации, тогда будет все хорошо. То есть адаптивно, если у человека возникает, да, какая-то эмоция, здесь очень важно, вот любая эмоция, она, это хорошо. Если у человека есть проявление негативных эмоций, вообще каких-то эмоций, положительных эмоций, это хорошо. Они должны соответствовать условно, да, уровню проявления, степени, адекватности ситуации, событию и так далее. То есть гармоничное вот это вот адаптивное выражение эмоций в целом, реалистичное, вот это полезно. Вы сказали, можете со мной соглашаться, можете нет, я с вами соглашусь абсолютно. И при том, что мы делали несколько передач, и периодически приходим вот к этой теме, и сталкиваемся с тем, что у нас очень серьезная заученность, предписание сидит в голове о том, что нельзя испытывать негативные эмоции, что это, ну, это как-то плохо. На самом деле, да, можно, и наоборот. Если тебе плохо, тебе хочется плакать, а тебе говорят, улыбайся, и все будет хорошо, не будет хорошо. Хорошо будет, если ты будешь плакать, когда тебе плачутся, кричать, когда тебе кричатся. Только как-то один из психологов говорит, людей не калечим, мебель не ломаем. Ну да, экологичное проживание этих. И для этого есть совершенно конкретные методики, которые можно научиться, прочитав книгу, для специальной литературы можно сходить на прием к психологу. Прямо конкретные экологические методы проживания вот этих самых, условно, негативных эмоций. И да, я абсолютно с вами соглашусь по поводу адекватности. Вот прям очень хорошо мне, по крайней мере, про это зашло. Хорошо. Про психогигиену вопрос. Да, мы говорим о том, что вначале вы сказали, что человек должен ну как бы следить за своим здоровьем. Да, вот рекомендации конкретные человеку, который, допустим, не очень следит за своим здоровьем, за вот этой системой своей, но случайно посмотрел нашу передачу, и она его заинтересовала, он скажет, давай-ка я начну это делать. Начать, первая рекомендация, начать следить за своим здоровьем, за режимом, за тем, как ему спать, какое питание подходит, да, выяснить это все можно у врачей, да, найти хороших специалистов. Потом очень важно ну вообще заниматься там развитием собственным, да, то есть улучшать качество жизни, качество вот это вот ощущение внутреннего психологического успеха, да, достигаторства психологического, что я много что могу посмотреть, почитать, то есть образовываться, заниматься разными увлечениями, чувствовать, ну не знаю, коммуникацию с окружающими, то есть идти в мир, скажем так, и заниматься вот режимом дня, питанием, ну то есть это все то, что касается себя любимого, о себе, кроме нас самих, никто не позаботится, ну так, как мы, поэтому, ну, самая главная рекомендация, это вот забота о себе и психологи в помощь, и врачи в помощь, то есть все должно быть, скажем так, в балансе, утопическая, конечно, идея, найти вот эту золотую середину, но можно, с чего-то же надо начинать, с чего-то надо начинать, утром встает, он ногу, как минимум, одну на пол кладет и дальше уже ставит, а потом дело пошло, прекрасный вариант, но все-таки я рекомендую, если вообще возникает такой вопрос, и человек задумывается над тем, что у меня со здоровьем что-то не так, я чувствую себя плохо, дискомфортно, и психологически, например, мне дискомфортно, то надо обращаться к специалистам, то есть можно даже вот оценив, ну, как бы даже необязательно делать технику, чтобы понять и оценить свое общее состояние, вот чувствуешь, что тебе дискомфортно, плохо, дезадаптивно, как угодно, да, то для этого существует медицина, психология, можно обращаться, да, к специалистам разного профиля, находить своих и заниматься, собственно говоря, своей жизнью, как-то ее менять в соответствии с теми рекомендациями, которые дадут и психологи, и врачи, это важно. То есть это важно. За собой следить важно. Здесь важно, да, как раз менять поведение, поведенческие какие-то привычки, приобретать новые навыки для того, чтобы как-то изменить, да, именно вот свое самоощущение. То есть лежать на диване, позитивно мыслить, всех простить, ни на кого не обижаться при этом, пить, скажем так, злоупотреблять там алкоголем, неправильной пищей, вовремя не ложиться спать, не заниматься саморазвитием. И даже к психологу не ходить и к врачам, то вероятность, что ты станешь здоровым, бодрым и т.д., она очень низкая. То есть, к сожалению... Стремиться к нулю. Да, к сожалению, просто силой мысли пока поменять что-то... Невозможно. Невозможно, да. Валерия Александровна, спасибо большое. Я думаю, что у наших зрителей примерная картина развенчания вот этих линейных связей психосоматики и некой магии, эзотерики, она, наверное, произошла развенчание, да? И более того, вы сказали прямо конкретные шаги, какие нужно предпринимать, чтобы улучшить свое качество жизни, чтобы понимать, где что во мне происходит сейчас и почему, собственно говоря. Ну и в заключении программы у нас, как я вам говорила, сюрприз. Новый год же близится, а под Новый год люди, которые занимаются хоть как-то психологией или близко с ней, говорят, думают о том, что нужно загадывать желания. Да любой человек, на самом деле, загадывает желания, формирует намерения, строит какие-то планы. И на эти планы нам нужно что? Чтобы они реализовались? Нам нужны ресурсы. Разного плана ресурсы. В общем, вы, наверное, догадались, у меня здесь метафорические карты с колодой ресурса. И вот вы можете сейчас свой ресурс вытащить. А, то есть это просто любую? Да, 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 да. Хорошая штука. Вот, интересно. Как-то показывать надо? Или что? Как хотите. Это отвечает на ваш внутренний запрос по поводу ресурса для чего бы то ни было? Очень даже хорошо. Вот прям здесь улиточка. Ага. Вот как раз пора дома посидеть, выходные. Как улиточки. Да, как улиточки, да. Это выходные с близкими, да. А то все, работаем, достигаторством занимаемся. Ну вот, вам видите, вас это, благословили сверху улиточкой. Да, можно, да. На эти хорошие выходные. Да, в домике посидеть. Хорошая идея, да. Ну, мы закончили тогда. Спасибо, Валерия Александровна, еще раз большое. Уважаемые зрители, спасибо вам за то, что вы были с нами. И я надеюсь, что наш очередной гость наделил вас нужными и мудрыми знаниями. Всего вам хорошего. Будьте здоровы и счастливы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok